Бывает так, что вопросы такие, что вот сколько мы с тобой выпили, этого будет недостаточно, чтобы их по-нормальному ответить. Попугая, которого научили задавать вопрос, типа, когда это будет сделано, назначили РПшником. Если попугая научить еще задавать вопрос, зачем после когда, то тогда, мне кажется, это прям можно считать за продуктованера, да? Почему-то сейчас вспомнил госслужбу, где вообще как бы никто не спрашивал. Делаешь задумчивый взгляд, немножко грустный, смотришь на бутылки у себя в кабинете. При всей прелести удаленной работы, когда это какой-то сложный комплексный проект, нифига не работает, честно. Привет, друзья! У нас видео из серии «Нетипичные вопросы профессионалу». Мы собираем вопросы из разных профессиональных сообществ и задаем их специалисту в определенной области, связанной с менеджментом. И сегодня у нас в гостях Михаил Белов, человек, который посвятил проектному управлению больше десяти лет. Миша, привет! Миша, привет! Спасибо, что пригласил. Смотри, вопросы мы собирали из разных профессиональных сообществ. Я их читаю в том виде, в котором они были заданы. Иногда там могут быть различные странные вещи с формулировкой. Ты даешь как можно более развернутые ответы. В наших сообществах точно. Да, бывает так, что вопросы такие, что вот сколько мы с тобой выпили, этого будет недостаточно, чтобы их по-нормальному ответить. Ну ладно, поехали! Как составляется и как поддерживается план проекта в условиях постоянной неопределенности в проектной работе? Ну, во-первых, хорошо, если он вообще есть. А дальше начинается на самом деле специфика того, в какой ты компании работаешь и какие там требования. Потому что для ряда компаний это достаточно верхнеуровневая штука, где ты просто там ведешь в какой-то эксельке или в программе, если она есть в этой компании, список контрольных точек и двигаешь их как ты видишь, простите, да? А в каких-то компаниях с этим намного более строго, и тебе надо вести прям детальные проектные планы. Соответственно, во втором случае ты прям тратишь очень много на это времени. Собственно, чтобы как-то реалистично в первой ситуации вести, когда у меня такие ситуации были, я себе откладывал расстояние от контрольной точки, которое нужно для выполнения там вот прям обязательных пререквизитов, то есть работа, чтобы они были сданы. И как-то пытался эту штуку контролировать там в команде, задачами. Опять же, очень сильно зависит от того, что в компании есть. А с планами проектов жизнерадостно и печально строишь очень много взаимосвязанных задач, отключаешь их и пытаешься угадать. Практикуете ли на проектах сессии извлеченных уроков? Слушай, очень больной вопрос, потому что я безумно за эту историю, но вот практика в интеграторах, в системных, она скорее говорит, что не очень-то часто практикуется. То есть вот на моем опыте, который был у меня, 10, максимум 15 процентов там проектов, когда это реально проводилось в каком-то, ну не то чтобы прозрачном виде, но как целостная картинка, да, не в формате, что какая-то... Вот мы тут сгорели, поэтому надо срочно порешать, чтобы это не повторилось, а в формате, что вспоминать факапы на проекте и тому подобное. А когда у нас была своя компания, в ней мы, ну, опять же, не на всех проектах, но процентов 80 реально проводили, но вообще там очень сильно выручало, что команда та же самая, то есть ты не тратишь каждый раз время на то, чтобы команду как-то вот на это простимулировать. Но извлеченные уроки потом, по крайней мере, там, где их собирали, вы их на основании их меняли? Регламенты, что-то еще? Где как? Хорошо, тогда движемся к следующему вопросу. Кого бы ты забрал с собой с прошлого проекта? Слушай, я уже несколько лет, если честно, забрал, ну, можно сказать, проект с работы системного администратора. У меня, кроме основной работы, есть еще ИП. И вот, соответственно, как бы, там, ну, человек, на мой взгляд, хорошо достаточно себя проявил в плане ответственности, в плане какого-то там не совсем тривиального решения задачи. Ну, нет, местами очень тривиального. Когда ты приходишь, он говорит, не, это сделать нельзя. Ты идешь на Хабар, как бы приносишь ему решение, он говорит, а, окей, так можно. Вот, собственно, я его, правда, много лет назад уже, получается, забрал. Ну, постоянно, постоянно, периодически взаимодействую его. И в целом почти с каждого проекта есть человек, которого хочется забрать, если он проявил себя адекватным, потому что, ну, работа в постоянной команде, на самом деле, намного проще, чем вот эта вот постоянная круговерия. Отлично. Что должен знать и уметь современный менеджер проектов? Ну, вот тогда нам точно этих бутылок всех не хватит. На самом деле, очень много чего надо знать. И то ли прелесть, то ли бич профессии, что тебе, ну, если ты хочешь хорошо справляться со своей работой, надо разбираться во всем, с чем ты пересекаешься. Да, там не всегда тебе надо быть разработчиком или профессиональным бухгалтером, но какие-то базовые вещи надо знать. А вот прямо из того, что гарантированно must-have для любого именно рпшника, это какая-то, ну, здравый смысл, логика, умение видеть взаимосвязи и обязательно психология. Да, то есть вот, ну, прям банальные какие-то моменты, которые иногда очень сильно потом вымораживают отношения на проекте, что ты сидишь на встрече, человек постоянно смотрит на часы, ну, и как бы это, по сути, это намек, что, ребята, вам пора. Вот если ты этого не замечаешь, то это беда. Тогда связанный вопрос с этим. Сейчас есть такие достаточно модные навыки, такие как фасилитация и коучинг. Нужны ли они руководители проектов? Ну, они модные, но не новые все-таки, глобальные. И ты знаешь, да, однозначный ответ, что нужны, потому что если ты не можешь вывести беседу в правильное русло, то есть в регулируемую какую-то историю, то это сожженное время и тебя, и твоей команды, и вообще всего проекта. Это если мы говорим про фасилитацию. А если говорить про историю коучинга, то, ну, прям очень сильно выручает умение навести человека на правильную мысль. И тут вообще там все, что связано с коучингом, вот это вот подумай в эту сторону. То есть как бы ты не даешь ответ, ты задаешь наводящие вопросы, чтобы человек сам к выводу пришел, и это очень дорогого стоит на многих проектах, на многих активностях, потому что потом эти люди намного более вовлечены, намного более здраво решают эти же задачи. Куда расти проектному руководителю? Ну, ввысь. А что такое ввысь? То есть рост не считается, да? Нет, ну почему? А, ты имеешь в виду рост просто? Физически. Окей. Ну, на самом деле вариантов много, и возвращаясь к истории сообществ, для некоторых ребят рост это даже как бы уход в параллельные области. Ну, то есть, опять же, что мы считаем за рост? Рост сугубо зарплаты, там, будучи хорошим специалистом в своей области, ты можешь получать намного больше, чем руководитель проекта, да? То есть, там, разработчик, аналитик, техпис тот же. Ну, ладно. Если же мы говорим про историю роста непосредственно, да, там, в компании, чтобы как-то поднять свою значимость, поднять уровень должности, да, там, опять же, рпшников по-разному воспринимают, то, наверное, самое очевидное, это руководитель проектного офиса, но неожиданно сильно другие компетенции нужны. То есть, для многих это правда прям открытием является. Руководитель какой-то функции отдела, ну, или открываешь свой бизнес генеральный директор. Отлично. Так, тебя не бесит, когда пьемов называют рпшниками, и наоборот? Не, вообще, вот абсолютно, знаете, знаешь, как это хоть, ну, чем-нибудь некультурным называй, лишь бы как бы были те полномочия, которые тебе нужны для проекта, или хотя бы возможность их взять, и, соответственно, чтобы, ну, были вняты какие-то прозрачные ожидания от твоей роли. Как это называть уже, правда, специалистом по проектам? Техникам. Слушай, такие истории тоже есть. Итак, как вы наказываете команду? Не финансово. Мы, да? Ну, ладно. Слушай, у меня есть, на самом деле, стойкое убеждение, которое много-много лет, по сути подтверждается, что самое жестокое наказание – это диалог. И если диалог тет-а-тет не выходит, то это публичный диалог, да, там в команде показать, кого ты подвел, как подставил и тому подобные вещи. Потому что даже те, кому, в общем-то, плевать на премию, ну, о таких людей, давайте честно говорить, достаточно много, они как-то вот в большинстве случаев, ну, начинают себя неуверенно, некомфортно чувствовать в истории, что, там, из-за тебя Вася не смог присутствовать на мероприятии ребенку, условно. Ну, то есть, вот какие-то такие, да, оно может быть не очень местами хорошо и правильно, но прям люди зачастую задумываются потом. Окей. Как работать удаленно? Твой личный график. Какие-то твои лайфхаки. Это не считается. Ну, тогда никак. Нет, на самом деле, там, при всей прелести удаленной работы, когда это какой-то сложный, комплексный проект, нифига не работает, честно. То есть, вот эта вот история с выключенными камерами, которая постоянно начинается, да, оно поддерживается в рамках какой-то команды, на более широкий круг эта история сильно вылетает. И, ну, это сильно влияет и на управляемость, и вообще на понимание внутри команды отношений. Да, то есть, поэтому я глобально, я не фанат этого, но из того, что пришлось, опять же, во время пандемии, наверное, самый лучший кейс, который я могу рассказать, это Ваня Селиховкин. Он снял себе квартиру, если мне память не изменяет, в том же доме, где и жил, однокомнатную, и уходил работать туда. То есть, ты собрался, ушел, да, как бы тебя тут ничего не отвлекает, это прям вот очень сильно помогает, да, то есть, ну, понятно, что такой возможности нет, поэтому придумывать какие-то ритуалы и стараться, чтобы не отвлекали близкие животные. Кстати, если хотите, чтобы здесь в кресле оказался Ваня Селиховкин, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите коммент. Ваню мы знаем, уважаем. Итак, вопрос задал не я, но звучит он так. Слушай, ну, там, для этого, наверное, можно уйти в долгое обсуждение, но, там, из того, что в моей голове сложилось за время изучения и тому подобные вещи, это скорее, в первую очередь, про здравый смысл и про логичную работу, поэтому, как бы, ценности точно разделяю, а историю про переработки, да, то есть, там, муда, мура, мури, оно работает везде абсолютно точно, поэтому можно сказать, что да. Окей. Кто из селебов мог бы стать отличным РП и почему? Подумай. Я, слушай, у меня есть такая-такая замечательная особенность, я напрочь не запоминаю имена, и... Чем человек занимается, может, я напомню. Ну, у меня почему-то в голове сейчас крутится железный человек, но я вообще не понимаю, как он, как его аргументировать, как РП. Ну, может, это... Потому что он изобретательный, у него всегда есть какое-то решение. Всего добился сам. И это тоже. Ну, папа не в счет. Папа не в счет, точно. Какие характерные признаки того, что проект запущен для галочки, а не для результата? Слово «запущен» можно трактовать по-разному. Слушай, ну... Можно ради шутки начать с того, что это гасуха, но это прям чернуха становится тогда. Нет, на самом деле, история, что проект запущен как-то для галочки, это в первую очередь, что он реально никому не интересен, и про него спрашивают только на каких-то вот общих совещаниях. Вторая история — это что вообще всех в этом проекте приходится пинать. То есть он не интересен никому, чтобы хоть какую-то простую справку получить, которая, как бы, казалось бы, там делается за пять минут, ты ходишь неделю и пинаешь человека, который за нее отвечает. Ну, вот, это прям показательный. Окей. Итак, у нас обычно РП воспринимают как человека, который ходит и всех пинает. Да, есть такая знаменитая шутка, что попугая, которого научили задавать вопрос, типа, когда это будет сделано, назначили РПшником. Вот, а что такого замечательного еще делает проектный менеджер, там, что требуется, какие специальные навыки, и как стать таким настоящим проектным менеджером? Слушай, если попугая научить еще задавать вопрос, зачем после когда, то тогда, мне кажется, это прям можно считать за продуктованера, да? Ну, на самом деле, штука такая забавная, потому что, когда я в свое время в какой-то момент искал работу, и меня начинали спрашивать, типа, что ты такого особенного делаешь? У меня, у меня прям вот такого прозрачного, четкого ответа не было. И, наверное, потому что его очень сложно объяснить словами, да? То есть, это история про то, что ты связываешь тех людей, которые друг до друга в жизни не дойдут, и за счет какой-то незашоренности видишь, скажем так, там, те сценарии, которые, ну, эксперт, например, вообще не учитывает. Это, наверное, с точки зрения того, того, чем ты можешь быть полезен. А с точки зрения, как бы, как это вообще все, ну, выгодно подсвечивать, наверное, правильно сказать, это история про, ну, простите, коммуникации. Потому что любой менеджер, в первую очередь, должен иметь в коммуникации. Соответственно, ты знаешь, простите, большую часть компаний, и, там, вот эти все варианты, сценарии можешь порешать хотя бы на межличностных скиллах. Как ты относишься к тому, что сейчас различают проектный и продуктовый майндсет, и во многих компаниях пытаются еще как-то проектный менеджмент в этом отношении принизить и сказать, что мы теперь будем заниматься продуктовой разработкой, что-то еще? Слушай, да на самом деле хорошо, ну, глобально говоря, хорошо отношусь, просто всегда надо понимать, какой инструмент зачем использовать. Да, то есть, честно, я бы, там, всерьез задумался сугубо продуктовым подходом к какому-то жесткому сроку дать конкретные результаты, да, то есть, потому что это там, как бы, начнется история про то, что мы тут не так вот восприняли, не так решили переделать, и вот это вот все, ну, как бы, немножко влияет. Но вообще, с точки зрения именно менеджмента, наверное, я даже сильно благодарен тому, что это появилось, потому что у людей появились те вопросы, о которых они не задумывались в большинстве своем раньше. Неожиданно я скажу, наверное, что это не те вопросы, которых не было в проектном управлении, но они зачастую ходили немножечко за скоуп проекта, а у нас немножечко за скоупом проекта, ну, не очень сильно развита вообще история. А можешь привести пример, что за вопросы? Ну, история, да, там, как бы, программного, например, управления, она включает в себя не только результат проекта, но еще реализацию бенефитов, да, то есть, совокупности проектов, совокупности результатов проектов, которые есть. И у того же PMI только в программном управлении есть история, которая называется transition и suspension, да, то есть, передача и поддержка реализации всех этих функций. Вот в том же самом проектном управлении эта штука прям сильно зачастую выпадает у продукта, это, ну, прям прозрачная, понятная история, про которую все думают сразу. В некоторых компаниях есть руководитель проектов от IT, а есть руководитель проектов от бизнеса. Ну, а общего, кстати, может какого-то не быть. Как эти два понятия поженить и как налаживать работу этих двух между собой? Вообще сталкивался с таким кейсом? Постоянно. Прямо, прям постоянно и очень, очень печально, когда эти люди не умеют договариваться между собой и не понимают, кто из них кто вообще. Тут, ну, надо все-таки адекватно понимать, что в первую очередь бизнес, да, то есть, там, любая айтишечка, даже если мы говорим про цифровую трансформацию, она нацелена на то, чтобы бизнес был более эффективным, более качественным, прозрачным, там, за меньшие деньги добивался большего результата и тому подобные вещи. И вот если в этом месте тот же самый РП от IT начинает тянуть одеяло на себя, ну, если он не тянет одеяло на себя, чтобы достичь целей бизнеса, то это приводит к печальке. Поэтому тут, на мой взгляд, важно не забывать, что цели, задачи бизнеса, они идут в первую очередь. То есть, важно поддерживать этот бизнес, а не ставить ему палки в колеса, как иногда при внедрении информационных систем у нас происходит. Очень хороший ответ, мне кажется. Нужен ли руководителю проекта в проектный офис и почему? Ну, смотри, я был руководителем проектного офиса, поэтому как бы ответ будет однозначно «да». И тут, на самом деле, просто вопрос, что у вас делает этот проектный офис, потому что в начале года был батл в савнете, и я там, на самом деле, продвигал теорию того, что нехорошо, когда и управление, и контроль находятся в одном подразделении, потому что у тебя есть заинтересованное лицо, которое всегда замыливает эту штуку. И я это на проектах проходил, я это на программах проходил. Когда ты приходишь к руководителю программы, ты такой говоришь, слушай, у нас тут проблема, он говорит, давай покажем. Один раз показали, второй раз приходишь, говоришь, у нас все еще эта проблема осталась, ничего не поменялось. Он говорит, ну мы же уже про нее рассказали, давай ее как бы все зелененькое. Вот в этом плане хороший проектный офис, он такие вещи, на которые у тебя глаз может замыливаться, во-первых, подсвечивает, а во-вторых, он, ну, правда, зачастую со многими вещами помогает. Те же самые шаблоны, те же самые какие-то вот инструкции, да, там, я не могу сказать, что в проектном управлении регламент управления проектами это то же самое, что в уставов в армии, и он написан кровью, но это правда как бы имеет под собой какие-то бизнес-нужды, да, то есть это тот же самый бас-фактор. Если нет проектного офиса и каких-то регламентов, процессов, то, по сути, начинается проект с нуля, когда что-то происходит с руководителем проекта, не дай бог там нету ответственного какого-то архитектора или чего-то подобного. Следующий вопрос. Как ты справляешься с работой, когда тебя выбешивают какие-то методологические вопросы? Ты с ними, например, не согласен? Да легко, комфортно. Нет, ну, у меня просто много очень сертификатов, я знаю методологию достаточно. Нет, ну здесь скорее не вопрос понимания методологии, а то, что, грубо говоря, есть какой-то подход, который используется в компании, регламенты, а ты с ними не согласен. Слушай, ну, возвращаемся к истории, да, там, про РП от бизнеса и РП от IT, понять, зачем это нужно бизнесу и как-то попытаться переложить на себя историю вообще, насколько это в конкретном случае правильно и нужно. потому что, ну, мы, например, там, внедряя проектное управление в одном из мест работы, мы как раз и шли по такому принципу, что, во-первых, там здесь какие-то градации сложности, что на простом проекте требовать сотрудника кучу всего, это прям, ну вот, неразумно и неправильно, заканчивая тем, что к каким-то вещам подходим достаточно адаптивно, что, ну, то есть не в том формате, как хочется в компании, главное, что это есть, если это не что-то прям бизнес-критикал, то, ну, всегда можно попытаться договориться, везде люди. Так, бывает так у нас в бизнесе, что есть руководители проектов, которые находятся в подчинении каких-то департаментов, а есть руководители проекта, которые находятся в подчинении проектного офиса. В каком случае, что лучше, главное, почему? Ну, сейчас возвращаемся к комментарию про проектный офис, да, что я сказал разделять функцию там управления контроля, но, правда, это как бы не исключает того, что может быть проектный офис, в котором чисто рпшники, как офис подразделения рпшников, да, там проектный офис. Ты знаешь, нет однозначного ответа, честно, нету, потому что я вижу и там, и там плюсы, и надо смотреть на окружение, да, то есть на весь оргдизайн компании, как это там выстроено и, ну, к чему это приводит. Потому что есть, например, бенефиты в том, что ты находишься в подразделении, ты хорошо знаешь команду, ты знаешь их сильные стороны, ты понимаешь, с каким инструментарием там они работают, с чем им удобно, комфортно, и это потом упрощает сильно все. При этом, как бы, есть определенный набор минусов, что ты иногда вот сидишь в этом подразделении, и ты реально не в курсе, что происходит вокруг. Если же это сугубо там проектный офис, который, ну, занимается всем, всем-всем-всем в компании, то обычно там, ну, назовем это так, чуть более широкий внутренний кругозор, да, то есть ты понимаешь то, что где у кого происходит, с каким вопросом кого можно дернуть, и это на самом деле очень классно помогает, а из минусов, ну, возвращаемся к истории, что ты чуть хуже понимаешь, как быть, что и как в команде, потому что такого прям, что на все команды в компании абсолютно один инструментарий, ну, я честно особо не знаю. Окей, немножко фантастический такой вопрос. Многие ассоциируют, как это, управление проектами, это как работа просто с ганчартом. Если представить, что ганчарты никогда не были изобретены, как бы выглядело проекты управления? Ну, вообще, наверное, там, смотря что люди воспринимают ганчартом, потому что в первую очередь это же просто визуализация на временном отрезке, и поэтому как бы тогда ничего страшного-то не происходит, ну, то есть у тебя остается сетевая диаграмма, взаимосвязь задач, и, ну, и банально там ты можешь посчитать, когда следующая задача начнется. Это если там отвечать, наверное, чисто с точки зрения вот визуализации. Если же говорить про инструмент, ну, глобально как таковой, как это, наверное, многие воспринимают, глядя видеоролики про проект и тому подобные штуки, что это вот взаимосвязи, одна двигается с другой. Кстати, если двигается, это уже хорошо, да, это значит, что люди хоть что-то про него знают, то, ну, наверное, было бы, было бы немножко сложнее придумывать какой-то инструмент себе каждый раз, чтобы держать вот взаимосвязи разных задач на проекте, да, то есть, ну, ты иногда бросаешься делать не то, что важно, и без какого-то удобного, понятного инструмента это очень тяжело. Там, я не говорю, я никогда не пропагандирую, что гандчарт это единственный возможный вариант, но он хотя бы там большинство людей привычен. И там легко подсветить, ну, что не сделали вовремя, значит, это уезжает дальше. Хорошо. Смотри, очень часто, как бы, в проектном управлении у нас находится в компаниях, имеющих матричную структуру, то есть, грубо говоря, есть двойное подчинение. Инженер подчиняется и проектному руководителю, и линейному. При этом большинство компаний, которые мы можем наблюдать на рынке, они используют слабоматричную систему, то есть, систему, в которой из этих двух менеджеров главнее линейный руководитель, а не проектный. То есть, и получается такая история, что проектный руководитель, от него зависит многое, и результат финальный, бизнесовый, а линейный руководитель, на самом деле, имеет реальную власть над людьми, над командой. Как справляться проектному руководителю в таких вот условиях, когда от тебя все зависит, но тебе никто не подчиняется? Может, какие-то лайфхаки, приемы, рекомендации? Ну, на самом деле, как бы, шутки шутками, но большая часть лайфхаков прозвучала в прошлых вопросах, а прозвучала, потому что, первое, если в этой компании это как-то регламентировано, то давить на регламент и не стесняться эскалировать. Да, то есть, вот эта вот проблема, когда ты про нее знаешь, он про нее знает, но дальше никто не знает, она реально не решается. Ну, то есть, потому что ему удобно делать так, тебе, ну, тебе где-то тоже в глубине души бывает удобно делать, делать так, что дальше никто ничего не знает. Это, там, часть про какую-то формализацию, про проектный офис, да, то есть, из совета. А вторая часть, она тоже уже звучала, это межличностные коммуникации, то есть, уметь договариваться с людьми. У меня достаточно много примеров, когда, ну, опять же, как считать, но, на мой взгляд, достаточно важные проектные задачи решались так, что линейный руководитель сотрудника даже не знал о том, что сотрудник их решал, и это было как бы без ущерба другой работе, ну, просто за счет хороших отношений я приходил, договаривался, что ему конкретно нужно, чтобы он решил эту задачу быстро, и он ее прям реально быстро, быстро решал. Понимаете? Окей. Наверняка у тебя в опыте были такие ситуации, когда, ну, ты руководишь несколькими проектами, по сути, и тебе приходит какой-то руководитель и говорит, возьми еще один проект. И вот в такой ситуации, например, как ты понимал, что перегруженный от проекта надо отказаться, и как ты аргументировал этому руководителю, что тебе уже достаточно? Я просто почему-то сейчас вспомнил госслужбу, где вообще как бы никто не спрашивал. Прости. Ну, на самом деле, как бы я не могу похвастаться каким-то существенным количеством таких сценариев, проект, но вообще всегда, когда приносили новый проект, это шло в формате диалога, да, то есть упирать на экспертизу, упирать на возможность вырулить на потенциальные последствия, да, то есть, ну, я от части проектов реально отказывался, потому что я говорил, что я не лучший кандидат даже среди нас для того, чтобы реализовывать этот проект, потому что у меня не хватает какого-то технического скилла или профильного скилла, и, ну, и ты знаешь, как бы я, честно говоря, в жизни особо ничего от этого не потерял, от того, что я от чего-то отказывался, и, ну, и в целом в компании после этого ко мне хуже относиться не стали. Вот, это если мы говорим про какой-то чисто организационный момент, да, то есть, что ты реально это не вывезешь, а если же мы говорим про историю, что у тебя физически времени не хватает, ну, я не знаю, там, у кого-то таймшиты есть, наверное, можно попытаться посмотреть, да, опять же, тут есть специфика, где, как их честно списывают, будем, да, там, откровенными, что 8 часов забил и хорошо, вот, но в целом как-то вот апеллировать к истории твоей нагрузки и возможных последствий для компании, если ты профачишь этот проект, прям очень сильно помогает, явно прозрачная картинка, что, ребят, смотрите, я там не успею, просру и тому подобное, какой-то банально документ или какую-то встречу, из-за этого к вам придет вице-президент и задаст вопрос, какого, ну, и прям помогает, чтобы люди задумывались. Ну, и такой серьезный вопрос, как отвечать уверенно на вопрос, когда это будет сделано? Ну, в общем, смотри, такой, делаешь задумчивый взгляд, немножко грустный, смотришь на бутылки у себя в кабинете. Нет, то все равно в этом вопросе есть куча всякого торгашества, может, какие-то лайфхаки. Вообще, наверное, один из очень полезных советов, который я в свое время уже не помню, от кого услышал или прочитал много лет назад, это прям не называть конкретную дату. Не называть конкретную дату, потому что она у людей в мозгу якорится, и это очень, ну, как бы потом очень сложно исправлять. Я даже несколько раз поднимал эту историю, что как так получается, что когда мы используем, там, agile практики, у нас есть, как бы, спринты, и все вроде как time bound, да, ну, time box, извините, и народ при этом достаточно лояльно относится к тому, что что-то не сделали к нужному срок, там, с точки зрения roadmap, а в проектном управлении, если у тебя есть какая-то веха, то все пролюбили, и ты уволен. Вот, поэтому первый момент – это, ну, стараться не называть конкретные сроки, если прям требуют, то внятно проговаривать зависимости, которые есть. Да, то есть, что, там, если ничего не пойдет, хочется сказать по бороде, но, наверное, это неправильно, неправильно, да, там, если не будет существенных отклонений, если нас не подведут вот эти, вот эти, вот эти, да, то есть, ну, потому что, опять же, на больших проектах такого, что все завязано только на тебя, этого прям вообще нету, да, то есть, это не только поставщики, это иногда еще и заказчик, и у меня, например, очень у большого количества коллег были проблемы с заказчиками в формате, что заказчик просто вовремя не исполняет свои обязательства, у тебя весь проект разъезжается, ну, и какие-то сроки кому тут можешь обещать, вот, поэтому, как бы, внятно проговаривать вот эти вот обязательства, которые у кого-то есть, что ты от них зависишь, и, ну, и раз уж прижимают к стене, ну, называть ожидаемую дату там с запасиком. Умноженную на пи. Ну, и раз уж мы там затронули тему аджайла, сразу здесь такой вопрос идет, сейчас, ну, по крайней мере, с точки зрения Project Management Institute, у них идет прям хорошая движуха в эту сторону, да, появляется дисциплина agile delivery. Хотелось бы узнать твое отношение, перспективы этого дела, как вот ты к этому относишься, что ты в этом деле видишь? Слушай, ну, честно, офигенная штука, я не помню, в этом или в прошлом году получал по ней сертификат, и прям, ну, я получал, потому что меня прям зацепило, то есть, логично, все разумно, все хорошо, вот прям огонь, ну, не полетит. Почему? Слушай, ну, вот пока что, возможно, это мое субъективное восприятие, у нас, несмотря на то, что это как бы agile, у нас в основном едут штуки, которые более управляющие процессом, да, тот же сейв, он достаточно жесткий, тот же скрам, он, не помню, в последней редакции, по-моему, тоже достаточно жесткий все еще остался, но в целом он как бы говорит, что все, что делается не так, уже не скрам. И вот с такими историями их не то, чтобы просто внедрить, но их просто донести. А дисциплина agile в этом плане, он говорит, что, ребята, вот смотрите, вам надо сделать вот набор вот таких вот активностей, как вы их будете делать, вообще нам не важно, вот у вас вообще тут есть вот шесть вариантов, но эти шесть вариантов, они дальше, они такие, типа, каждый из шести вариантов ты можешь как угодно дорабатывать. И у тебя так глаза начинают разбегаться, ну, то есть, с точки зрения там человека непогруженного, если нет тут того, кто это будет тащить и кто там это помогать командам сделать, это вот абсолютно точно гарантированно не взлетит. Правда, в этом есть и плюс, плюс того, что, по сути, там, кто начинает внедрять agile в любом вообще виде, если познакомиться с этой штукой, он получает себе полезные подсказки, потом может смело говорить, значит, ход у нас. Отлично, ну и хочется, наверное, под конец задать такой вопрос, сколько у тебя профессиональных сертификатов, хотя бы порядок назови, я понимаю, что может быть, ты прям цифру точную не помнишь. Сегодня с утра делал для кадров, 14 в области управления проектами, один по коучингу, ITIL и Enterprise Architect фотографии, 17 штук. Офигеть. Так, ну что, коллеги, наверное, мы на этом будем завершать наше интервью. Михаил, спасибо большое, что пришел. Были рады тебя пригласить, соответственно, послушать твои замечательные истории. Коллеги, подписываемся на канал, соответственно, ставим лайки, ну, все говорим спасибо Михаилу. Лайки. Так, и, соответственно, развивайтесь, это всех раздражает.